Форум виноградарей Дагестана уже завтра стартует в Дербенте. Все это в рамках празднования столетия со дня образования Комитета Дагвино. В мероприятии примут участие представители федеральных органов власти, виноградарских и винодельческих организаций, гости из различных регионов России. Мы, в свою очередь, решили совершить небольшой экскурс в историю отрасли и рассказать о наиболее важных вехах в развитии виноградарства и виноделия республики. Виноградарство – одна из главных отраслей сельского хозяйства Дагестана, от которой во многом зависит благополучие ряда населенных пунктов и целых районов, занимающихся производством янтарной ягоды. Кроме того, это доходная отрасль, занимающая важное место в экономике республики. Четвертая часть всего собранного в России винограда приходится на Дагестан. Общая площадь виноградника в регионе составляет более 26 тысяч гектаров. Из них плодоносящих – 22 тысячи гектаров. История Дагестана тесно связана с виноградарством. Эту культуру наши предки выращивали как на прикаспийской низменности, так и в предгорьях. Важным центром был кизляр. Сюда приезжали и привозили свои уникальные сорта винограда мастера из Франции и Германии. Ростки прекрасно приживались и давали хороший урожай. Умелое соединение регионального сорта винограда и привозного с работой мастеров-купажистов давало возможность получить вкусные неповторимые напитки. Один из родоначальников развития отрасли в регионе – Давид Сараджев. Еще в XIX веке он первым стал выдерживать виноградный спирт в бочках из горного кавказского дуба и производить коньяк с удивительным вкусом. Так началась летопись классического коньячного производства в России. Именно по этой технологии предприятие работает и сегодня. Мы как зашли, такая насыщенность, мы говорим, доли ангелов. Бочка, закрытая бочка, видите вот. Значит, бочка дышит сквозь пор, идет испарение. Плановые потери, плановые потери 4,2%. В советское время виноградарство играло роль настоящего локомотива республиканской экономики. На 70 тысячах гектаров собирали порядка 380 тысяч тонн винограда. В отрасли были заняты до 100 тысяч селян – 7% всего населения Дагестана. Однако после известного антиалкогольного указа время для дагестанской лозы круто изменилось. Была пущена под откос целая отрасль сельского хозяйства. Вместе с тем, несмотря на сложности, ситуацию за последние 10 лет удалось кардинально изменить. Сегодня виноградарство активно возрождается. В России эта отрасль поддерживается государством. Помимо популярного в республике РКЦТЭЛИ широко стали внедрять и другие сорта. Каберне, Савиньон, Пино, Шардоне, Алиготе, Мерло и Унеблан. Среди тех, благодаря кому удалось сохранить и укрепить виноградарство в Дагестане, нельзя не отметить огромный вклад академика Наримана Алиева. Конечно, продолжать тяжело после него. Вот он с пяти часов утра, мне было семь лет, он разобирал меня на виноградники, показывал, учил. В настоящее время в совхозе имени Наримана Алиева более полутора тысяч плодоносящих виноградника. В соседнем агрохозяйстве Татляр – 1300. Вот видите, татлярский виноград, красивый, вкусный. Благодаря принятию в России закона о виноградарстве и виноделии, эта отрасль стала бюджетообразующей. Налоговое отчисление, я думаю, что на каждую вложенную рубль государство получает 5 рублей, как минимум 5 рублей в виде налогового отчисления. В этом году только виноградари и виноделы, наши предприятия заплатили более 2 миллиардов рублей в виде налогов. В 2022 году в Дагестане собрали 280 тысяч тонн солнечной ягоды. Это абсолютный рекорд для республики за весь постсоветский период. Раим Абдулаева, Рамазан Амаров, Юсуп Гази Амаров. Время новостей.